Общее сведение. Взрослее и развиваясь, ребенок переживает стабильные и кризисные периоды. Первые отличаются спокойным течением, постепенным усовершенствованием имеющихся способностей. Кризис сопровождается качественными изменениями психики, затрагивающими личность, социальные отношения. У семилетних детей игровая деятельность сменяется учебной, расширяется круг общения, формируется социальная роль ученик. Признаки кризиса – непослушание, упрямство, раздражительность – проявляется с 5 до 8 лет. Продолжительность переходного этапа составляет 6-9 месяцев. К завершению формируется внутренняя позиция школьника, представление ребенка о социальной роли, ожиданиях, отношениях, деятельности. Кризис семилет. Причина кризиса семилет. Кризис семилет совпадает с началом школьного обучения, внутренние изменения психики сопровождаются сменой социальной ситуации развития. Ребенок испытывает потребности осваивать социальные роли, значимую в обществе деятельность, учебу. На начальном этапе важны внешние атрибуты взрослости. Малыш отстаивает право выбирать, самостоятельно оценивать ситуацию, принимает решения. Содержание, смысл поступков остаются скрытыми. Отсутствует понимание ответственности последствий, возникают конфликтные ситуации с учителями, родителями. Вторая особенность кризисного периода – необходимость принять правила, запреты, права, обязанности ученика. Исследование границ дозволенного выполняется методом проб, ребенок игнорирует, отрицает, противостоит требованиям взрослых. Выраженность симптомов кризиса зависит от психологических особенностей членов семьи, методов воспитания. Кризис остро переживается возбудимыми детьми, при гиперопеке и авторитаризме матери и отца. Третья особенность – освоение новой роли сопровождается отвержением прежней. Став учеником, ребенок отказывается выполнять привычные дела, играть с младшей сестрой, рано укладываться спать. Разрешение кризиса происходит вместе с освоением содержания смысла учебной деятельности взрослости. Патогенез изменения кризисного этапа имеет физиологическую основу, в 6-7 лет активно развиваются лобные доли коры больших полушарий, отвечающие за произвольность умения планировать, контролировать выполнение действий, прогнозировать последствия. Сохраняется подвижность процессов возбуждения и торможения, проявляющиеся непоседливостью, гиперактивностью, эмоциональной лоббильностью. На уровне психики происходят следующие изменения, переживания становятся осмысленными, обобщаются образ «я», разделяются на внутренний самооценка и внешний оценка окружающими. Ребенок выстраивает собственную систему ценностей, дифференцирует плохо, хорошо, правильно, неправильно. Происходит становление представления о себе как о личности в социуме. Активно осваиваются ролевые отношения с педагогами, с верстниками. Кризисные симптомы наблюдаются в ходе освоения новой позиции ученик-школьник. Симптомы кризиса 7 лет Основными проявлениями кризиса являются капризность, негативизм, непослушание, раздражительность. Подражая взрослым, ребенок манерничает, кривляется. Движения фразы не соответствуют возрасту, становятся нелепыми, нарочитыми, утрированными. Дословное повторение родительских слов, интонаций, жестов, опробирование атрибутов взрослости. Стремление изменить существующие правила поведения, способы взаимодействия с членами семьи сопровождаются частыми спорами, игнорированием, просьб старших. После обращения взрослого ребенок выдерживает паузу, оттягивает выполнение неприятных обязанностей, выбирая тактику сопротивления, подчинения. Он сравнивает права и обязанности родственников, обнаруживая несправедливость, открыто выражает недовольство, упрямится, отказывается спать, гуляет без шарфа, как папа. Поведение детей отличается непослушанием. Отказ от привычных требований обязанностей объясняется изменением социальной позиции. Был ребенок, стал ученик. Малыш выбрасывает игрушки, отказывается от любимой еды, нравится сок, пьет чай, как мама, не следует установленному режиму. Своеволие проявляется сопротивлением вопросам, просьбам взрослых. Формирование самооценки происходит через одобрение осуждения окружающих. Ребенок часто спрашивает мнение старших о результатах труда, просит оценить рисунок, подделку, качество уборки, красоту выбранной одежды. Критика формирует неуверенность, пассивность, безинициативность. Осложнения у первоклассников приобретают значимость проблемы адаптации психологической готовности к школе. В норме кризиса начало обучения совпадает, ребенок легко приспосабливается к незнакомым условиям, быстро осваивает социальную позицию школьника. Дети с затянувшимся, запаздывающим кризисом испытывают трудности перехода от дошкольного детства в младший школьный возраст, ведущий. Деятельностью остается игра, принимаются внешние признаки роли ученика, но сохраняется сильная эмоциональная привязанность к матери. Вынужденное посещение школы провоцирует реакцию активного пассивного протеста, нарушение поведения, развитие невротических расстройств, психосоматических заболеваний. Диагностика Диагностика кризиса 7 лет проводится психологами и педагогами при выраженных поведенческих и эмоциональных отклонениях может потребоваться консультация врача-психиатра. Стандартное обследование осуществляется клиническими методами, дополнительно выполняется оценка психологической подготовленности к школьному обучению. Полный комплекс обследований включает беседу с родителями. Опрос родителей остается наиболее информативным методом исследования детских кризисов. Специалист расспрашивает о проявлениях переходного периода изменениях поведения ребенка в процессе адаптации. Наблюдение Иногда симптомы проявляются в течение консультации. При взаимодействии ребенка с родителями определяется негативизм, упрямство, своего ли, не садится на указанный стул, не реагирует. На предложение вести себя тише, демонстративно отворачивается при просьбе поговорить с врачом. Опрос ребенка Вопросы касаются психологического компонента школьной готовности. Хочешь ли ты пойти ходить в школу? Почему? Кавычка-точка По развернутости направленности ответа оценивается сформированность позиций школьника. Дифференциальная диагностика с эмоциональными поведенческими нарушениями проводится при тяжелом течении кризиса. В таких случаях к обследованию подключается детский психиатр, который на основании данных анамнеза делает вывод о возможном расстройстве. Дополнительно может потребоваться комплексное психологическое тестирование, познавательное, эмоционально-волевая сфера, инструментальные. Обследование ЭГМРТ головного мозга Рекомендации при кризисе 7 лет В период кризиса происходят изменения поведения, образа жизни, самоощущения ребенка. Взрослым следует выработать новые способы семейного взаимодействия, пересмотреть свое отношение к будущему ученику, заранее начать подготовку к учебному году. Данные меры позволят ускорить переходный этап, скорректировать негативные кризисные проявления. На консультациях психологи рекомендуют родителям соблюдение режима. Необходимо за 4-6 месяцев до начала учебы выработать привычку рано ложиться спать и просыпаться. Важно чередовать прогулки, игры, учебные занятия. Знакомство со школой Рекомендуется посетить здание учебного заведения до первых занятий. Ребенок станет более уверенным, спокойным. Обозначение прав обязанностей Непослушному ребенку нужно пояснить, у всех есть обязанности. Будущий школьник должен понять, что требования родителей основаны на доверии, расширяют его права, увеличивают ответственность. Предоставление свободы Должны существовать способы реализации самостоятельности. Пример Уборка в комнате обязательно, но ребенку разрешено выбрать время, способ. Разрешение на ошибку Не стоит предотвращать прогнозируемые негативные последствия действий ребенка при условии безопасности для жизни, здоровья. Анализ результата научат предвидеть проблемы, нести ответственность за собственные поступки. Вечером выбрал игры вместо домашнего. Задание утром получил двойку. Редактор субтитров А.Семкин